Напоминаю, смотрите, как сделать этот захват, но я вам показал простой способ, да, то есть вы берете, руки заводите вот сюда, расцепляете, просто убираете руки в стороны, бедрами к себе, раз, и теперь вот эту руку, ну там любую, с одной и с другой стороны, вы очень плотно оплетаете и захватываете противоположный отворот, то есть вот ваше положение, видите, оплетенная рука, захваченный отворот, вторая рука здесь, то есть вот ваше положение для работы, вот, сегодня, соответственно, продолжим вот с этой темой, с захватом вот этой руки, но я вам сейчас покажу еще один способ, ну, ребята, кто давно занимается, не знают, я вам сейчас покажу еще один способ, как можно выйти, на самом деле, это может получиться в борьбе, когда вы боретесь, там, совершенно случайно, боролись, боролись, там, ну, как-то вот рука вот сюда попала, захватили, да, то есть можете взять такой захват. Это может получиться в борьбе, или вы можете сделать это самостоятельно, то есть либо вы делаете это вот таким образом, да, как я показал, то есть раз, оп, и захватили, либо вы еще можете сделать вот таким способом, если у человека есть захват, что вы делаете? Вы, значит, вы, значит, прихватываете его рукав перекрестно, то есть его правая, моя правая, вот, а вторую руку заводите под его руку, под его запястье, накладываете себе вот таким вот образом. Вы можете делать так, а можете делать вообще за запястье. Взять его, да, сейчас, берем калорийку, заводите под запястье, и берем калорийку, руку накладываете, получается, это замок. Вот. Почему так? Потому что очень часто люди пытаются оторвать вот таким образом, просто за рука, не всегда получается, не хватает рычага, плюс ко всему, как еще раз повторяю, вот эта одежда, она туда-сюда скользит, вот, и, как бы, рычага, бывает, не хватает для того, чтобы именно этот захват нормально сорвать. Вот. Поэтому для того, чтобы усилить сам эффект, да, и само движение, чтобы было более мощным, мы как раз и делаем. То есть мы прихватываем так, либо берем запястье, заводим руку, и теперь получается, что у нас лишняя рука, она как в домкрат, получается, и за счет руки я, видите, разрываю этот захват. Но, этого мало, мало просто взять и одними руками попытаться оторвать. Нет. Вы должны что сделать? Вы должны ногами от себя, от себя, а руку вверх. Далее, что вы делаете? Смотрите, вы начинаете вот эту руку заводить. То есть вот эта рука, которая у вас взяла под рукой, она идет изнутри, а вторая рука, которая вверх, она у вас идет за голову. И вот только в тот момент, когда вы почувствовали, что все, рука уже ушла, когда вы уже оплели, только в этот момент вы отпускаете вот эту руку. И здесь вы дальше берете захвату. Такой вот вариант. Еще раз взяли. Раз. Бам. И теперь вот таким образом взяли, если нужно, все помогли. Понятно? Это вот такой вот, ну как бы еще один из вариантов, просто выходом на этот вот захват. Значит, не делайте вот так, да, некоторые могут торопиться и делать вот так. Раз. Отпустили, иначе вы прохватываете. Вы не успели, нет. То есть вы должны, я почему говорю, вы должны до конца. То есть раз, до конца вот сюда завести себе за голову. Только после этого, как вы оплели руку, только после этого вы можете отпустить. И дальше себе помочь. У вас должен быть вот здесь очень плотный контакт. Очень хороший. Где-то вот в районе трицепса, плеча. Вот здесь вот должен быть у вас захват. А не вот здесь где-то в районе локки или еще где-то. Нет. Он должен быть вот здесь. Ну и, соответственно, вот из этого, после этого движения начинаем работать. Ну и, соответственно, вот здесь 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 вот Продолжение следует...